Лекция мастера Чома. Алхимические эликсиры. Магический эликсир. Тема у нас алхимические эликсиры. Начнем с магического эликсира, шендан, который связан с дыханием, правильно сказать, с перегонкой дыхания. Дыхание с позиции даотской алхимии рассматривается, конечно же, через призму, в первую очередь, возможности преобразовывать энергию, которую мы получаем посредством вдоха. Если мы просто посмотрим на процесс дыхания, то он сам по себе является алхимическим процессом, так как каждый вдох трансформирует наше тело, попросту окисляет. То есть это обратная трансформация. То есть каждый вдох немножко нас разрушает. То есть он умертвляет нас. То есть мы считаем, что мы живем, когда мы дышим, но с каждым вдохом мы становимся более и более умертвленными. Из позиции пространства это тоже алхимический процесс, где само дыхание трансформирует нас. И этот аспект, естественно, в даотской алхимии понимается первая задача перевести один вид трансформации, который нас разрушает, в другой вид трансформации, возможность перегонять энергию. И это очень важно понимать, так как мы начинаем делить вдох на возможность что-то сделать с той энергией, которая разрушает. То есть, грубо говоря, задача начать трансформировать дыхание в возможность, чтобы энергии, которые приводят нас к разрушению, мы могли усваивать. Это очень важное понятие. Оно соотносится с понятием энергодыхания, но это разные вещи. Именно в связи с этим в даотской алхимии нет задачи остановки дыхания, так как нет задачи высвобождения и задачи трансформации. Так как дыхание рассматривается как продукт, возможный для перегонки. То есть, получение ингредиентов для киноварного поля или места, где эта энергия может трансформироваться. Но без, конечно же, умения, грубо говоря, дозированно не дышать, или другими словами, дозированно использовать энергодыхание, не понять, как можно перегонять дыхание, которое мы имеем. Ведь самое интересное, что пока алхимический процесс идет, мы должны сохранять дыхание, но выработать независимость от дыхания, от внешнего дыхания. То есть, дыхание нам нужно, как и питание, но для перегонки энергии, а не для того, что мы должны зависеть от процессов, которые доминируют физиологически над нами. То есть, вопрос идет о том, чтобы изменить химию нашего тела и нашей возможности. И в этой связи должна произойти настройка и сознания, и тела таким образом, чтобы мы могли понимать, как мы можем делить дыхание. Потому что процесс должен быть естественный, а не то, что мы пытаемся остановить или влиять на наше дыхание, в результате усиливая, может быть, разрушительные процессы, связанные с тем же дыханием. И опять-таки, это очень важно, так как остановка дыхания, надо понимать, она с одной из понятий остановки мозга. То есть, это процесс, который обычно используется при консервации или когда идет работа над созданием нетленного тела. Для алхимической работы нужно уметь пройти, так скажем, грубо три этапа. Первое – привести свое дыхание в то гармоничное состояние, при котором дыхание не нарушает, скажем, работу мозга. В связи с этим в даотских практиках надо сначала научиться делать все постепенно, ну, со стороны это кажется медленно, в реальности, в медленности это относительно, потому что очень сильное требование к работе сознания. То есть, может быть, внешне выглядит медленно, но усилие мозга более совершенствуется, то есть, он ускоряется. В отличие от того, когда человек делает что-то внешне быстрое, у него замедляется усилие и возможность оперирования мозга. То есть, вот это нужно вначале понять, что нам важно, в первую очередь, мозг или физиологические процессы, которые дают те или иные реакции мозга на события, связанные с внешним усилием. Только познав работу мозга в естественном, можно сказать, гармоничном дыхании, мы можем дальше использовать этот мозг для понимания формы, структуры дыхания и ее делить. В его понятии такое 6 к 1. То есть, на 6 фаз внешнего вдоха, должна присутствовать одна фаза внутреннего вдоха. Таким образом, мы начинаем изменять химию вдоха, это очень важно. Это мы начинаем независеть. Когда мы достигли 2-х фаз внутреннего вдоха по отношению к 6-ти фазам внешнего вдоха, достигается независимость, и это тут есть алхимическое состояние, которое позволяет продолжать внешне дышать, но трансформировать внешнее дыхание. То есть, это условие, при котором мы можем как раз формировать один из эликсиров, который называется магическим, когда мы используем дыхание для получения дополнительного источника энергии, который не задан, скажем, природой нашего пространства нам, но который мы в нашем пространстве можем освоить путем алхимического деяния. Именно понимание отношения, соответствующих дыханию, предопределяет очень много, иначе мы можем нарушить разными дыхательными практиками возможность своей подготовки к дыханию. В этой связи, на первый шаг, он требует как раз общего гармоничного успокоения дыхания, а не развития дыхания или использования каких-то техник. Потому что для того, чтобы использовать технику, не говоря уже об алхимической технике в дыхании, мы должны уметь воспринимать на уровне сознания и на уровне тела дыхания. Ведь даже когда человек дышит, он не воспринимает сам процесс наполнения дыхания тех же легких. То есть сознание находится вне ощущения этого процесса, а это должно пониматься по образу и подобию пищи, которую мы принимаем. Мы ее пережевываем, глотаем, ну хоть как-то мы ее воспринимаем. То же самое дыхание. Есть некое потребление энергии, которое надо понять в тех функциях, в которых оно задано, прежде чем эти функции изменять. Но, хотя этот процесс не простой, не быстрый, принятие его, если хотите понимание или, в общем-то, просто обращение внимания, на него является важным аспектом в алхимической работе, которое может и должно удерживать нас от нарушений, которые могут стать более сложными для нас в том момент, когда мы приступим к получению эликсира, магического эликсира, связанного с дыханием.